Более 100 миллионов долларов в сутки. Во столько обходится мировой экономике самая дорогая пробка в мире на Суэцком канале. Там застряли почти 150 танкеров и сухогрузов. На биржах уже выросли цены на товары, которые перевозят через Суэц. А это и нефть, и газ, и зерно. Сдвинуть перекрывшее канал судна буксиром не получилось и сейчас под ним роют землю, углубляя дно. За ходом операции на месте следит наш собственный корреспондент в Египте Евгений Поддубный. Суэцкий канал закрыт уже три дня. Если проблема не будет решена в течение суток, ЧП станет самым длительным сбоем в работе важнейшей судоходной артерии с 73 года. Одно из самых больших судов в мире контейнеровоз золотого класса Ever Given водоизмещением в 220 тысяч тонн, на борту которого находится около 20 тысяч стандартных морских контейнеров, заблокировал канал. 23 марта из-за сильного порывистого ветра Ever Given буквально впечатался в берег канала Носом. Другой же берег зацепил кормой. На борту в этот момент находились египетские лоцманы и экипаж судна из 25 человек. Вот и фотография с российского спутника Канопус. Видно положение контейнеровоза на воде. Операцию по снятию судна с мели начали сразу же. Задействовано 8 буксиров. Пытались сделать быстро, подмыть песок и убрать судно. Теперь понятно, что Ever Given придется разгрузить хотя бы частично, чтобы было проще снять его с мели. Эксперты говорят, что это необходимо было делать сразу после ЧП. Под водой сидит 23-24 метра, 25 может быть. И когда он со скорости влетел на эту мель, парусность большая, потому что контейнера у него стоят на большой высоте, если было видно на контейнеровозе. Его просто с ветром могло спихнуть. Ну и он зашел на свои скорости определенные. И он сел на днище. При этом администрация канала пробовала провести караван из 14 судов мимо Ever Given после того, как гиганта удалось немного выровнять. Караван пройти не смог. Большая реконструкция Суэцкого канала завершилась всего 6 лет назад. Тогда был открыт новый параллельный участок северной части водной артерии. Движение стало двусторонним, но не везде. Если бы контейнеровоз застрял ближе к Средиземному морю, недалеко от горьких озер, движение грузов замедлилось бы, но не остановилось. А сейчас все суда стоят на якоре. Можно сказать, что пробка растянулась от Индии и до Италии. Evergreen, конечно, немного развернули, но этого оказалось мало. Судно по-прежнему на мели и прогнозы сейчас крайне пессимистичные. Инженерная операция может продлиться несколько недель, а каждый день простой канал обходится крайне дорого всей мировой экономике. Остановка движения по каналу уже значительно повлияла на стоимость нефти. Чем дольше контейнеровоз на мели, тем выше вероятность, что подорожают все товары. Через Суэц проходит 15% всех грузов. Мы через Суэцкий канал очень много поставляем нефти, сжиженного природного газа, СПГ, так называемого зерна и так далее и тому подобное. Так вот, всего лишь за один день нефти через Суэцкий канал мы поставляем на 40 миллионов долларов. То есть это только нефти без зерна и без газа, и при этом только у одной России. А учитывая, что там весь мир, можно говорить о том, что сутки простоя Суэцкого канала всему миру стоят сотни миллионов долларов. Остановка движения через канал еще и серьезная проблема для экономики Египта, которая и так сейчас сильно потрепана пандемией. Выигрыши пока только биржевые спекулянты. Чем дольше на мели Эвергивен, тем сильнее будет лихорадить рынки. Через сутки многие суда снимутся с якоря и пойдут в обход через мыс Доброй Надежды, что также чревато значительным увеличением транспортных издержек и сроков доставки грузов в Китай, Индию и Европу. Евгений Поддубный и Рубен Миробов. Североафриканское и Ближневосточное бюро вестей. Суэцкий канал. Египет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова